Здравствуйте в эфире новости. Трудности в предложении прекращения огня в Совете Безопасности ООН. Россия внесла свое предложение прекратить огонь на 72 часа в гуманитарных целях. Это откладывает продвижение, которое было достигнуто в Американо-французском согласии, которое говорило о призыве к Израилю выйти из Южного Ливана в течение 10-15 дней и развертывание ливанской армии вместе с тысячами солдат Юнифиль во главе с французской силой. В Иерусалиме уже получили черновой вариант договора, внесли несколько изменений. Пока заморожен план расширить военную операцию, но Россия требует внести изменения. У нас были очень хорошие переговоры о идеях французов и американцев, говорит Виталий Черкин, российский представитель. Но, к сожалению, неизвестно, завтра ли будет подписано соглашение, так как мы объяснили всем нашим коллегам, что мы хотим внести наше предложение. Сегодня утром ЦАО бомбил район Дахия в Южном Бейруте. Не было пострадавших. Кроме этого, ЦАО разбомбил мост между Ливаном и Сирией. В Иерусалиме были убиты около 10 человек. Кроме этого, Израиль бомбил мост за Араней. Опасения в Израиле от внезапной атаки Сирии, если война расширится. Наш корреспондент передает о том, что сирийцы в последние дни ведут подготовку к войне. Кроме всего прочего, они готовят бомбоубежища, которые не готовились с войны судного дня. С начала войны из Израиля отправляются успокоительные посылы в сторону Сирию. Но все равно есть опасения, что сирийцы попытаются силой захватить голландские высоты. Разрешено к публикации имя еще одного убитого в Южном Бливане. Есмау Ялау, 26 лет, из Ориуды. Он погиб во вторник возле деревни Лабаны. Еще один солдат-резервист был тяжело ранен после попадания ракеты по танку. В связи с решением Совета Безопасности ООН, армия пока не расширяет свою деятельность. Вчера утром погиб солдат-резервист недалеко от деревни Клея. Это был Алон Смуха, 35 лет, из Ода-Шарона. Кроме этого, были опубликованы 15 имен резервистов, которые погибли позавчера. Идан Коби, 26 лет, из Эйлата. Похороны состоятся сегодня в 10 утра в Эйлате. Йони Шмухер, 30 лет, из Бейт-Нехемья, будет похоронен сегодня в 11 часов в Бейт-Альфа. Еще неизвестно, когда будут похороны Гель-Ада Штукельмана, 26 лет, из Тимрад. Сержант Нимрод Сегев, 28 лет, из Рамадгана. Наор Кало, 25 лет, из Маган-Михаэль. Эль-Ад-Дан, 25 лет, из Кибу-Сейлот. Ашер-Увен Новик, 36 лет, из Мушава-Канав. Давид Шмидов, 25 лет, из Иерусалима. Нир Коэн, 23 года, из Макабим-Реуд. Друга Нира рассказывала о нем вчера. Он был просто великолепным. В течение почти года он работал с юношами, которые приезжали в Израиль. Он учил им сионизмом, проект Аглид. Участвовал в разных семинарах. Он всех учил петь на иврите, пел, играл на гитаре. Просто блестящий человек. С начала сражений на севере погибли 83 солдата, 35 из них на этой неделе. В северных населенных пунктах сегодня вновь опасаются обстрела Катюшами. Вчера продолжались падать ракеты. В Дир-эль-Ассаде, деревне в Галилее, погибли мама и ее маленький сын. Это Мария Ахмад Ассаде, 26 лет, и ее сын Фатхи, 5 лет. Еще семеро были ранены. Среди них бабушка и двухлетний брат погибшего. Они находятся в тяжелом состоянии. Когда мы прибыли сюда, говорит доктор Алинаим, мы видели, мальчик был в тяжелом состоянии, мы начали ему помогать. И после этого, к сожалению, он скончался. Теракт вчера в Иерусалиме. Турист из Европы был зарезан насмерть на улице Сулейман, недалеко от старого города. Около 8 часов вечера молодой человек напал на группу туристов и зарезал одного из них. Нападавший с арабской внешностью еще не был пойман. В Британии продолжается расследование терактов, воздушных терактов, которые были предотвращены в последний момент. И продолжается поиск 10 подозреваемых, еще 10 подозреваемых, которые по подозрению хотели взорвать самолеты из Англии в Британии. Они все мусульмане с британским гражданством. Вчера было практически парализовано все движение самолетов и объявили о том, что теракты должны были произойти в ближайшие два дня. Мы думаем, что это была Аль-Каида, но так как расследование продолжается, мы не можем сказать это точно. Продолжение следует...